итак всем привет решился таки написать обзор по прекрасной машине на которой уже катаюсь три с половиной года чистыми 3 пускай будет ford mondeo 3 в кузове турнир или он называется еще универсал по нашему или еще по-американски называется ford mondeo 3 вагон вагон но мы я думаю что мы остановимся по техпаспорту он звучит буквально следующим образом ford mondeo 3 турнир вот маркировка кузова по моему бибэ английская y5 двигатель fmb 2.0 тдц и 130 лошадиных сил это же то же самое что 96 киловатт машина произведена в бельгии вот создана в америке она произведена в 2003 году вот компания фон 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 форт мотор компании вкратце в принципе все чтобы не вглубляться в детали на этом эту машину мы прибыли в болгарии 2016 году пригнали ее вот и уже катаемся вот по 19 год сегодня у нас 15 апреля что можно сказать машины очень довольны покупали для семьи проехали по украине уже порядка 100 порядка 100 тысяч 110 вот за это все время у нас поломок таких значительных не было только за исключением форсунок которые которые по своей по причине износа есть такая фирма delphi прекрасно которые очень капризны к топливу и по причине износа они уже как бы вышли со строя мы ремонтировали вот в одессе нам сказали что-то ремонт будет стоить тысячу долларов вот мы в итоге сделали за в сумме с грязными со всеми со всеми 300 долларов обошелся ремонт форсунок вот одна из них была заменена вот поставили оригинальный мультипликатор и слава богу все хорошо в плане таких величин там длина по поводу длины длина машины 48 метра расход город 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 смешанный режим трасса по городу она у нас до 8 литров 7 с половиной 8 литров зимой 8 и 2 было но как бы больше не было никогда не помню что такое был какой-то расход у нас возможно что мы живем больше ездим смешаном режиме за город возможно из-за этого такой расход по трассе район 6 литров смешаном режиме 6 5 7 по поводу давайте сразу скажу коду обслуживания заливаем оригинальное ford 6 литров вмещается 5 и 5 пол литра на долив у нас идет выходит масло у нас где-то 950 гривен стоит покупаем на сайтах с голограммами выбитыми лазером так называемых то знал кто-то кто-то любитель они даже знать вот куча акций по конкурсе дать до 1000 гривен выходит масло сам фильтр стоит 10 долларов я покупаю на офис в официальном делу официального дилера официального дилера дилера ford он выходит не 300 там по-моему 15 воздушные фильтры выходят порядка где-то 55-8 долларов фильтр салона выходит порядка где-то 300 гривен 10 долларов 10 евро и так фильтр масло сказал фильтр масло само сказал воздушный сказал как бы резина 16 здесь чтобы такого как-то каких-то проблем по запчастям нету все можно купить допустим мы не находим в одессе мы покупаем в западной украине дома дешевле и лояльные цены лояльные люди сам там гарантию дают в одессе дороже конечно но есть были нюансы как бы я в одессе перестал покупать покупаю только покупаю только на западной украине все запчасти были такие серьезные поломки когда пригнали мы заменили сразу ремни все ремни которые есть конечно кроме цепи грм приводной ремень ремонт ремень гура ролики приводные все три натяжной паразитный рычаговый по например такие дороги ведь у нас немножко водопроводного поменяли масла все охлаждающую жидкость тормозную жидкость все по кругу вышло порядка там 300 долларов все с ремнями с роликами все-все-все-все а еще была поломка одна я считаю что такая весомая это шкиф 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 коленчатого вала который выходит здесь с правой стороны который от которого приводы все приводного ремень ремень генератора привод есть вот этот шкив мы купили за 100 долларов в оригинал брали потому что это уж на и какие-то аналоги они стоят 50 долларов мы решили как бы не играться купили оригинал даже по изделию было видно что вот эти детали видно что она оригинальная вот все принципе замены которые заправляемся на заправке в основном 90 процентов заправку делаем на боги где-то процентов 5 делаем на саккаре и 5 процентов на катрале на всех остальных не заправляемся топливом дизель ни на одной солярке ни на одной нет ни одна солярка которую я брал она не соответствовала там теряется тяга сразу машина сколько капризана топлива уж ты заливаешь допустим какую-то дешевку ты ощущаешь теряется у нее мощность появляется даже какая-то бывает это дымность такая это редко но ты ощущаешь когда даже на волке заправляются допустим партию привезли культу и вот ты ощущаешь машина ведет себя по-другому вот я считаю что форт не дорогая машина услуживания кроме конечно если допустим попадает на форсунки там потом начинает топливная капризиси начинает хотя опять таки все можно купить на западной украине на западной форсе можно купить по тысячу 10 500 гривен найти рабочие но опять-таки чтобы их поставили на стенд насос стоит порядка 200 долларов тоже проверенные там если брать с фирмы там который разборками занимается лучше брать фирмы под разборками здесь распечатка официальная там фирмы bosch эти со стенды сняли насос чтобы которую стружку не будет и так далее ага по поводу стружки то есть здесь почему а фильтр топливный забыл еще сказать потому что я еще забыл фильтр топливный покупаем только delphi только оригинал его стоимость от 20 долларов от 20 то что дешевле я не рекомендую это покупать почему не рекомендую покупать потому что есть залепы delphi китайцы так китайцы научились так подделывать что ты уже не отличаешь оригинал от неоригинала но опять таки по изделию у кого есть такой интуиция внутренняя тут уже может кто-то не понимает видно даже по самому изделию что то что то подделка так вот так вот фильтр delphi для этой машины почему важно оригинал покупать delphi ловит частички до 5 микрон не оригинал ловит до 15 микрон все остальное он не ловит то есть например яблоко и слива то есть яблоко не оригинал может поймать а delphi может сливу поймать то же самое этих частичках то есть такие частички которые какие-то мелкие 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 ловит он до 5 до 5 микрон до 5 микрон и 3 микрон и 4 микрона все что меньше он ну я считаю что delphi как бы он справляется со своими задачами хорошо меняю его раз через замену масла то бишь 20000 раз в 20000 проблем слава богу никаких не было но только при условии покупаешь оригинальный фильтр или покупаете какие-то дешевки еще не рекомендую покупать дешевый фильтр а категорически потому что ты выливается опять-таки 300 долларов ремонт форсунок плюс сам насос 200 долларов вот считай стоит ли купить оригинальный фильтр за 25 25 или 30 долларов что еще такие нюансы по обслуживанию эти машины в свое время в европе произвели фурор по продажам поэтому их так много зависло в странах прибалтики в польше германии и бельгии тогда в италии они рассосались пусть по всей европе эти машины они произвели вообще как бы рекорды продаж именно мандео они есть в трех категориях универсалы седаны и лифтбеки ладно скажу сразу по двигателям какие есть именно по дизелям есть 90 лошадей есть 115 лошадей и 130 лошадей этот двигатель 130 лошадей имеет был еще один двигатель 90 лошадей они были дышны это ты дышны дверь а эти 30 дышны 90 115 30 а были еще дышны и дэй механи с механическим насосом в пассажире бош и форсунки там тоже бошевских стоят он конечно отличается от этой машины он такой дуговатый на на раскрутку но у него образно говоря так неубиваемые неубиваемая топливная аппаратура то есть ты может заливать все что угодно там самые дешевые топлива ну естественно конечно не дешевить на этом на на фильтрах и так далее как я уже говорил то есть намного износостойкий износостойкая топливная стоит в дэишном они производились 2000 по моему если я не ошибаюсь там в коментах вы поправите меня с двухтысячного первого там по моему по 3 или со второго по третий год там их их немного вышла машина не почему-то не прошли они прошли они быстрее всего из-за того что они экологию взызнули не такие экологичные как ты дэцишный потому что ты дэцишных кпд намного как бы сгорание топлива больше и дымности это нет у дэшной конечно это отличается если вы видите старенький транзит такой который так кремит то это дэшный дверь ты и не ты дэци я дэшки дэшки короче говоря их они с механическими форсовками по поводу комфорта машина очень комфортабельная здесь здесь присутствует кожаный салон есть устроенные задние задние парктроник задние есть за длины машины неудобно парковать рекомендую всем владельцам такой машины поставить себе парктроники хотя бы задние назад задняя часть машины как бы есть мертвая зона который ты не видишь я тоже цеплялся там пару раз такие были у меня там где парковка у нас мы немножко там парканулись короче и поцарапали сзади бампер там незначительно но это парктроники были просто музыка громко играла и не услышали по что еще важного по этой машине по запчастям ну как сказал все есть все абсолютно все следить за топливной самое важное подчеркнул следить за маслами покупать только оригинал менять вовремя обслуживаться нормальных людей у которых руки выросли с того с правильного места вот ну и лучше конечно чтобы был свой мастер который вам поможет который который будет ответственный который будет качественно делать работу и у него в принципе одного обслуживания не менять не прыгать с с мастера на мастера типа там тут лучше сделать одного найти добросовестного и пускай он делает и не экономит конечно же на запчастях особенно на топливных фильтрах и особенно на топливных фильтрах в принципе характеристики я уже вылил по обслуживанию рассказал по маневренности расскажу по набору динамики вот часть я вот тронулся со второй с первой, вторая, третья, четвертая по динамике машинка достаточно резвая показывает себя на 130 лошадиных сил и здесь 130 лошадиных сил ну здесь очень мощный крутящий момент порядка 400 400 ньютон на метр очень мощные низы здесь конечно при условиях форсунки хорошие их и турбина живая да ну и топливо соответственно должно быть толковым очень маневренные очень я вот со своими двух двумя метрами метр 94 я вот сижу я доезжаю до киева 500 километров часто в киев мотаемся я меня с моей спиной нормально все тут на пассажирском месте есть подстройка подстройка туда и сюда вперед-назад и спинки вниз-вниз и вперед-назад короче вниз-вверх короче сидушка не поднимается к сожалению вверх-вниз нету привод есть но там что-то шестеренки то ли не доделаны то ли так оно и было то ли то ли кто-то убрал его но нету такого как вверх-вниз нельзя поднять эту часть сидушки там вверх привод приводы всех по кругу стекол электроприводы что еще санды по комфорту но кожаный руль само собой у фордов это как бы не классика не самая дешевая базовая базовая модель у них кожаный руль и само собой на то время такой это было модно сейчас уже подогревы там и датчики дождей разных и так далее и так далее вот тут датчика дождя тоже нету моих друзей там есть комплектация чиа эта машина чиа здесь в принципе есть все кроме 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 коробки автомат здесь механика пятиступенчатая механика как она достаточно комфортабельная машина то есть помещаемся всей семьей можно в пятером четко я беру конечно час чаще всего четыре человека на борт вот и малыш на салон то есть пятый пятый человечек человечек никаких проблем нет уютно всем у всех вместо если всех отдельно зона есть вот по поводу хороший сигнал есть удобная удобный панель управления удобному климат-контроль обычный простой такой не двухзонный обычный магнитола тоже самое обычное sony их не 60 сидит только предыдущая это которая такая модная с наворотами там такими кнопками обычно такая то есть магнитола которая садеповская просто неудобно камеру можно будет в интернете проходить овощи сейчас пойдем по фонтану там дорожка получше попроще там можно меньше этих меньше машин в фонтане сейчас такая часть одессы где более люди как состоятельные они любят долго спать как в принципе и всем людям как в таком случае вот вот пойдем по кастану вот где сейчас немножко прикручу ощущается сейчас на 5 уже иду 80 по городу динамики по динамике отлично на спидометре 240 Думаю 240 она Не пойдет конкретно эта машина Думаю 6 ступка пойдет 240 Но на ней я выжимал максимально 180 Я так люблю спокойную езду И мне этого хватает На 140 На 150 машинка себя отлично ощущает Это ее можно сказать крейсерская скорость Ну 140 150 такая она уже Тем более наши дороги благословенные Оно о себе дает знать 130-140 это ее скорость Расход при этой скорости стабильно Где-то 6,2 6,2 Сейчас расход у нас 6,4 Вот по городу я еду Это со смешанным режимом Тот который был С которым я ездил Я за город За города приехал Я по городу покатался полчаса Это вот 6,4 Расход сейчас Семейный вариант для отдыха Для Значит клиренс у нее 12 сантиметров Нет 140 миллиметров 14 сантиметров У нее клиренс В принципе Хватает Любой бордюр я беру Ну не любой бордюр Конечно Такие которые Стандартные бордюры Я все как бы без проблем Прохожу То есть если нужно подняться на бордюр Чекрас То есть перескакал Перешагнул и поехал Припарковался С парковки съехал Единственное Когда купили Машину Выехали на фонтан уже Когда купили машину Я левым краем Левой Левой нижней частью Сел на камень Такой большой камень Лежал в траве Я на него Короче То есть Напоролся Там Низом Дном Вот Больше вопросов Никаких Никогда Слава Богу Не было Но опять-таки Дороги наши Знаете Они как бы Божают быть лучше В принципе Машина Классная Рекомендую покупать Но единственное Конечно Лучше Конечно Купить С салона Потому что Машина Которая прошла Допустим Те же самые 200 Сейчас пробег 226 тысяч На этой машине 200 тысяч Пробега Это уже Это родной пробег Она уже Конечно Себя То-то То-то Где-то То-какая-то Кнопка Зависает То-какая-то Резиночка Уже Нужно менять И по мелочам Там вот На стеклах Такие Уплотительные Резинки Тоже Они уже Хотят Меняться Вот Саленблоки Вижу Сзади Уже Они начинают Это пробег 226 тысяч Представляете То-есть Какие дороги На западе В Болгарии Европа Болгария считается Одной из самых Больших стран В Союзе Которые Ну Как они называют Бедные Не знаю Какая них там Статистика Как они это Все считают Но типа Они считают В Болгарии Простая Для Евросоюза Может сравнивать С Германией С Лондоном С Великобританией Возможно Но Представляете Да 226 тысяч Только Саленблоки Саленблоки Задние Нижних Нижних Рычагов Не нужно Заехать Сделать Диагностику Подбить бабки И заехать Сделать Сделать По поводу Что по ходовой Я еще сделал По ходовой Я еще скажу Пока мы едем Значит По ходовой Я сделал Поменял Передние стойки Начал стукать Правый Правая сторона Гепать Стало И в конце концов Заехал на два Индивидуальных СТО Мне сказали Что стойки Вашим стойкам Приснился Сладкий сон Вот Я купил На западной Украине Опять-таки Стойки Поехал Там по дешевке Заказал у своего товарища Мне привезли Сюда Подису Скинули Я поставил Слава богу Все хорошо Вот Шаровые Шаровые Не меняли Шаровые В идеальном состоянии Еще передние Вот И поменяли Со стойками Поменяли рычаги Тяжкие стабилизаторы Вот Все в принципе Что по передку Сделано Сзади Вижу Там уже Левая сторона Отбойник Там Какой уже Потрепанный Нужно менять Стойки Слава богу Целеки Они текут Но подстукируется Левая сторона Вот Все остальное Работает хорошо Их нареканий Нет Нет Едем по фонтану Тут такие дороги Ремонты Идут Маневренность Проблемно Будет проблемно Можно сказать Как в Одессе Будем 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 Говорить Будем Будем Говорить Что на Радужном Это будет проблемно Буду город Город за город Поселок Котовского Центр Ну в принципе Как бы Она везде Нормальная Я их кучу В городе Вижу этих машин Массу Мондео Седаны Ну конечно Больше всего Универсалов Потому что Европейцы Они настроены Больше на Поездки в Альпы Там и так далее Лыжи кинул Наверх И поехал Они более такие Ну может Я думаю Что Все таки Европа Она более Путешествующая Страна Ну и конечно же В первую очередь В первую очередь Упирается В режим заплат В их уровне жизни Вот То есть у них Как бы Режим Режим Таких путешествующих Таких Людей Знаете Так что Это норма Для них Универсалы Вижу И Вольсвагены И даже Такие уникальные Какие там Машины Которые В принципе Никогда не видел Что Что может быть Универсал И он Как бы Есть такой Универсал То есть Допустим Я Редко встречаю Не только в универсале По-моему В Б6 Только Виде Вижу Ну вот Вольсв Б6 А когда вот Открылся Ринок с Европой Когда начали загонять Массовые Европейские тачки То Ну Масса То есть Универсалы Во всех Фольцы Форды Тойоты Какие там еще Хюндаи Куча разных Есть Уникальные Такие машины Которых Как бы Раньше На украинском рынке Не было Универсалов Они реально Как бы Заехали Это все Универсалов Да Если Будут Какие-то Вопросы У людей Вы можете Задавать Мы В принципе Занимаемся В Одессе И по всей Украине Ремонтом Дизельных Форсунок Это не реклама Так По всех слов Ну Можно Своего рода Реклама Можно сказать Можете Какие-то Вопросы Какие будут По этой Машине Можете Задавать Потому что По поводу Допустим Мондео Третьих Там есть Конечно Обзоры Машин Но очень мало Таких Которые в Украине Делали обзоры Там Я видел По продажам По растаможкам А такого От владельца Нету Ну Мало Таких Отзывов Люди Которые Имели Долгое Время И Отзывов Ну Нету Практически Вот Я Человек Который Оставляю Отзыв Позитивный Конечно За Мондео При всем Его Там Разных Капризах При его Всей Топливной Которая Там Ее Капризной Там И так Далее Я Как бы Этой Машине Ставлю Допустим По 10 Балльной Шкале Я бы Поставил Б Машина Для души Реально Я бы До нее Поставил Семерку Смело Даже Восьмерку Поставил Вот И То Я Это Скидываю Только Потому Что Я купил Машину С пробегом У меня На секундочку До этого Была машина Форд Фьюжн Я покупал Мы покупали В салоне 1.4 Турбо Дизель Она Ну Новая Конечно Есть Новая Машина Тоже Нарекания Никих Не было На Машине В плане Там Допустим Заправки Бак Залил Поехал В Киев Вернулся С Киева Заправился В Одессе Бак Обатал 45 литров До Киева И обратно Расход 4.5 Литров 4.5 4.7 Я заметил Что у всех Дизелей Фольцы Взять Трафики Мондео У них В основном Все Бак Хватает На 1000 Км В Болгарии Когда догнали Бака Хватило Четко До Одессы То есть Болгая София До Одессы Ровно 1000 Км Какой-то Такой У них Есть Такая Тенденция У Вольцвагена Тоже Вольцвагена Вообще На 1200 По-моему Хватает Такого Полу Полу 1.9 И Пассат 1.9 На 1200 Км Хватает Баков По-моему У них 60 литров Если я не ошибаюсь Бак Пишите Комментарии Задавайте Вопросы Самые Хуже Вопросы Это не заданный Вопросы Давайте Вопросы На все Их Отвечу Что знаю Посоветую Поставщиков Посоветую Самое Важное Это Конечно Дать Дельный Совет Потому что Можно Совет Просто Дать Там Где-то Наслышался А я Просто На этой Машине Катаюсь Я Могу По ней Сказать Много Я Имею Что Сказать По этой Машине Много Так что Задавайте Вопросы Пишите В комментариях Буду Рад За ваши Лайки За вашу Подписку Обращайтесь Буду Рад Совет У меня Есть Телефон Я ставлю В описании Вайбер Мой Есть Телеграм Не знаю Как там Из России Люди Будут писать Телеграм У вас Работает Не работает В любом Случай Вайбер Есть Пишите И вообще Просто Пишите Комментарии Снизу Я даже В комментариях Отвечу Все Всем Удачи Для Критиканов Я Сделал Все Что Мог Кто Сможет Лучше Пускай Сделает Лучше Всем Удачи Любите Свою Машину Какой Она Не была Вовремя Обслуживайте Меняйте Масло Молитесь Перед Поездкой Перед Тем Ко Вы Езжаете Бог Вам Помощь В Дороге Всем Успехов Удачи Делайте Правильный Выбор На Выборах 21 Числа Верю Что Украина Еще Рассветет Всем Удачи С Божьей Помощью Благословения Пока Продолжение следует